Космонавты Первое заявление я написал в 2006 году, попал я в отряд только в 2010 году Мысли о трудностях не было, хотелось очень попасть, и эта мотивация перекрывала все Я проезжал мимо, смотрю красивый надпись «Центр подготовки космонавтов» Думаю, неужели здесь готовят будущих героев? Ну, решил зайти, входной билет рубль, я заплатил и стал космонавтом Предложили работу на летательных аппаратах, которые летают на больших высотах Есть риск, большой риск, я согласен, и с этого все началось Подготовка к полету в космос — это больше, чем работа, это и есть сама жизнь Все готово, налево Мы готовим человека опасной профессии для работы в стрессовых ситуациях Прыжок с парашютом — здесь человек предоставлен сам себе, и он сам борется с той стихией, в которую он попадает Их всех манит неизведанное Они смотрят в небо с надеждой, что стихия их примет Это первый шаг на пути в космос И чтобы сделать этот шаг, нужно преодолеть себя Все равно вот есть какое-то маленькое сомнение Не просто выйти из автобуса Всегда страшно Каждый прыжок страшный Сегодня кандидаты в космонавты проходят специальную парашютную подготовку Самый стрессовый момент, конечно, когда ты уже отделяешься от самолета Ты летишь к земле При этом тебе нужно действовать И действовать тебе нужно не просто контролировать себя в свободном падении А нужно решать отвлеченную задачу Прыжок дает возможность поместить будущего космонавта в экстремальные условия Карточка шкалы номер 30 Минус 8 18 Минус 6 Итога 4 Во время свободного падения с огромной скоростью Каждый испытуемый должен выполнить задание в специальных карточках Сложить числа или решить логические задачи Они решают эту карточку Мы проверяем правильность решения, скорость решения задачи Сбивчивость, несбивчивость в процессе решения Вот они, заминки какие-то есть или нет Мыканье, пыканье Э, о, а Вот это мы стараемся устранить И при этом падать нужно правильно, в правильной позе, аккуратно Чтобы тебя не носило по небу И тем более, чтобы не было беспорядочного падения Это мой нож, курносый нож Вот эти условия, они дисциплинируют, собирают И выявляют резервы организма Главное — научиться побеждать стресс А значит, предельно жестко контролировать свое тело и свой мозг Итак, высота 4 тысячи 100 метров Я подхожу к обрезу самолета Мне дали команду, что я могу отделяться Я готова Отделяемся! Опа! Подхожу! Подхожу, подхожу! Опа! Хорошо устоялись! Отлично! Решаю карточку! Хоп! 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 Вот та ситуация, в которую попадают они Вот свободное падение Вот эта опасность, которую каждый ощущает Ну, это страшно Не страшно только тем, которые безголовые, да? И он понимает, что... Он отвлекается от решения задачки Так, я падаю, как меня крутит? Он тут же раскладывает ноги, руки Корпус оценивает свое положение И снова возвращается к задаче И вот чувство опасности, оно подстегивает Они быстро-быстро решимы Потом лучше попадаем в свободном падении побольше И откроем купол И решение закончилось Готово, выполняем упражнение Спирали лео! Отлично! Готовы в кранах В близком полметра рядом Закончилась спираль В близком полметра Высота 1600 метров Жду команды Команда открытия Приготовилась эта лёгка Медына! Покружимся, покружимся Раскрытие было мягкое, я довольна Что-то хорошо получилось Эту методику впервые придумали в Центре подготовки космонавтов Еще 60 лет назад На первом этапе космонавты много занимались спортом и парашютной подготовкой На парашютных прыжках мы познали друг друга Ведь когда человек рискует, он легко познается другими Борис Волынов Космонавт из легендарного первого набора Боевой лётчик, как и все, кого зачислили в 1960 году Это когда мы сдавали, да? Изначально считалось, что лётчики и истребители лучше всех подходят для тренировок к полёту в космос Они могут работать в условиях перегрузок Считывать показания приборов Управлять сложной техникой в экстремальных условиях Решение создать в военно-воздушных силах СССР Специальный центр для подготовки к космическим полётам Появилось в конце 50-х годов 11 января 1960-го Организована специальная воинская часть номер 26-266 Уникальное учебно-тренировочное учреждение Для первых полётов шли методом проб и ошибок Стояла задача выяснить, а может ли человек дышать в невесомости А может ли человек глотать в невесомости, да? Отдельные нагрузки могли моделировать здесь на Земле Перегрузку на центрифуге Изменение газового состава и перепады в давлении в барокамерах Именно поэтому испытания были очень сложными и комплексными Этот тренажёр для особо сложных комплексных тренировок В первую очередь проверяли воздействиями экстремальных перегрузок Нажата первая кнопка В 3, 5, 7 единиц Это когда на человека давит соответственно 3, 5, 7 масс его тела Нажата вторая кнопка Община вращается в двух плоскостях Затем испытания на вибростенде Конечно, вращение на центрифуге Где создавались поперечные перегрузки В направлении грудь-спина При угле наклона спинки От вертикали в 65 градусов И всё это время претенденты Должны были поддерживать связь Решать задачи Затем каждого запирали в сурдокамеру В полном одиночестве Когда ты не понимаешь Какое время суток и день недели Нужно провести не меньше 7 дней Сложнейший психологический тест Не сойдет ли человек с ума в одиночном полете на орбиту Наше дело очень трудное, серьезное Большое такое дело, очень большая подготовка Конечно, ни один космонавт вам не может сказать Что тренировки давались легко И они проходили очень легко Трудно, конечно, трудно Командование ВВС рекомендует Первым для выполнения космического полета Назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича Петр, я в заряде один Зажигание Валя у нас дается зажигание Поехали 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из землян Увидел нашу планету из космоса Наблюдаю Землю, лес, реки Кругом все красиво, красота Он провел простейшие эксперименты Писал карандашом Ел и пил в условиях малоизученной микрогравитации Его полет продлился 1 час 48 минут Полет Юрия Гагарина доказал Человек может полететь в космос Выполнить задачи И благополучно вернуться Это был первый бесценный опыт Ставший серьезным толчком Для развития мировой пилотируемой космонавтики За 60 лет система подготовки серьезно изменилась Уже понятно, к чему готовится во время всех этапов полета Однако, в отличие от первого набора Теперь тренировки в ЦПК Это масштабная учебная программа Это обычная стандартная подготовка Которая в среднем может занимать от 7 до 10 лет Включая общекосмическую подготовку Подготовку в группе Подготовку в этапаже В конце концов, можно человека узнать досконально У нас работают разные группы Которые его просматривают со всех сторон Скажем так Каждый делает свои замечания, пометки Есть чем сравнить Все нормально Плюс для будущей программы Нужны будут определенные качества человека Которые можно сейчас скорректировать Развить, усилить Юрий Ануфриенко летал на орбиту дважды Первый раз на станцию МИР Второй — на МКС Сегодня он отвечает в Центре За экстремальные виды подготовки космонавтов Заводить не вот сюда Вот сюда В крайнем случае, говори, помоги Сейчас мы будем отрабатывать тренировку По морскому выживанию Кандидаты в космонавты У них еще нет опыта полетов Эти экстремальные тренировки на море Проходят для них впервые в жизни Отрабатывают нештатную посадку Все, готовы-таки? В данном случае Спускаемый аппарат с космонавтами Не приземлился, а приводнился Здесь могут разворачиваться события По трём сценариям в случае приводнения Первый сценарий — это когда ничего не произошло Никаких проблем Требование одно — максимально долго Находиться в спускаемом аппарате С тем, чтобы максимально быстро Обнаружили силы поиска и спасания Второй сценарий — это когда при приводнении Спускаемый аппарат дал течь Они в этот момент снимают скафандры Переодеваются в полётный костюм Одевают теплозащитное снаряжение Сверху одевают форель И покидает спускаемый аппарат И третий сценарий — самый тяжёлый сценарий Когда течь очень сильная И нужно срочно покинуть спускаемый аппарат Космонавты всегда отрабатывают Все возможные случаи экстремальной посадки В степи, пустыне или заснеженной тайге Я материк, слышим вас хорошо Принято московское время 13 часов 17 минут Для вас начало работы, начало тренировки Материки приняли Я материк, я материк, я материк Произвёл аварийную посадку В 30 километрах северо-восточнее города Москва Циклограмма тренировки заключается в следующем Имея штатное снаряжение, которое есть в спускаемом аппарате Имея сам спускаемый аппарат Космонавты высаживаются в лес И двое суток в автономном режиме Действуют, сохраняя себе жизнь и здоровье Готовить к экстремальной посадке Космонавтов начали после событий 19 марта 1965 года У корабля «Восход-2» Алексея Леонова и Павла Беляева Отказала автоматика Экипажу нужно было сажать корабль в ручном режиме Впервые в истории космонавтики «Восход» приземлился в глухой тайге В 180 километрах от Перми Обнаружить космонавтов не могли несколько часов Сижу, ключом работаю Леонов выбивал на передатчике «ВН», «ВН», Что означало «Все нормально» В итоге сигнал запеленговали Однако космонавтам пришлось в тайге на морозе выживать на протяжении еще двух суток Мы спороли жесткую часть скафандра, бросили на снег и использовали как площадку А мягкая часть, это 9 слоев алюминизированной фольги, одели на себя Так завершился исторический полет Главной его задачей был первый выход человека в открытый космос Человек вышел в космическое пространство 18 марта 1965 года Человек впервые за пределами космического корабля Вот он парит в безвоздушном пространстве Казалось бы, какая легкость и какая на самом деле сложная работа И физически, и психологически Движения хаотичные Резкие, нескоординированные взмахи Это еще и попытка справиться с нештатной ситуацией На восьмой минуте я почувствовал, что у меня вышли пальцы из перчаток Выход в открытый космос Алексей Леонов и Павел Беляев многократно отрабатывали на Земле Космический вакуум смоделировали в парокамере гигантской установки, из которой мощными насосами откачивали воздух Короткие периоды искусственной невесомости создавали в самолете лаборатории И там отрабатывали все операции по выходу в открытый космос Вот когда мы говорили Сергею Павловичу, что мы одних аварийных ситуаций проработали порядка трех тысяч Конечно, не три тысячи, это я свистнул На что он мне сказал, а в полете будет три тысячи первые Но если вы умеете справляться с этими, вы и там справитесь Совместить во время тренировок на Земле два главных фактора Вакуумную среду и одновременно невесомость было невозможно Поэтому оказалось невозможно и точно рассчитать давление внутри скафандра Лихорадочно думал, кто мне что поможет, или никто же И поэтому я сам принял решение сбросить давление Решение было рискованным, но оно помогло Леонову вернуться в корабль Эти 23 минуты и 41 секунды, проведенные Алексеем Леоновым в открытом космосе Перевернули представление о том, как надо готовиться к работе вне корабля Аккуратненько Так, опять приноровишься, Сережа? Питание и запуск Правила безопасности затем совершенствовались от полета к полету Когда ты открываешь люк, ты понимаешь, что вся твоя безопасность опирается на твои руки, которыми ты крепишься к поручням И двумфалом, карабином, который фиксирует тебя к станции, который ты сам фиксируешь к станции Поэтому ты должен быть очень аккуратен, куда ты фиксируешь эти карабины, как ты их фиксируешь Ну и, в общем-то, первое время даже руки отпускать не очень хочется Даже если ты имеешь достаточный опыт Аэродром Чкаловский, 8 утра Автобус с кандидатами в космонавты подъезжает к проходной Сегодня у нового набора большой день Впервые они почувствуют, что такое невесомость Кандидатов в космонавты ждет самолет Ил-76 МДК Таких в мире единицы Конечно, лайнеры в космос не летают Но для кратковременной невесомости это и не нужно Во время полета Ил с ускорением наберет высоту А затем резко опустит нос и уйдет в пике Параболический полет Во время полета одни только знакомятся с невесомостью Другие уже отрабатывают действия в открытом космосе В скафандре и перчатках они пытаются зацепиться карабином за поручень Вот такое состояние, когда тело не весит И ты при малейшем каком-то движении направляешься в том направлении, которому дал импульс Состояние парения, как птица, действительно паришь и летаешь Впрочем, выйти в открытый космос можно совсем не покидая Земли Даже наоборот, нужно опуститься под воду Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов Ее еще называют Гидрокосмос Здесь созданы условия, которые по всем ощущениям и физическим свойствам Напоминают открытый космос на 95% Резервуар диаметром 23 метра и глубиной 12 Заполнен пятью тысячами тонн уникальной по своему составу воды У нее очень маленькая плотность Поэтому, погружаясь, космонавт не так чувствует на себе действия силы притяжения И как бы попадает в среду, близкую к невесомости У Кавказа особо не лезть, там стрелу зайдешь Ощущения открытого космоса добавляют мощные прожекторы наверху Их свет проходит сквозь воду, не встречая никаких преград Как будто никакой субстанции вокруг человека нет В бассейн гидролаборатории космонавты погружаются, по сути, в тех же скафандрах, в которых выходят за пределы станции Единственная разница — они имеют собственную систему жизнеобеспечения, которая отличается от штатной Телеметрические системы в режиме реального времени снимают данные о состоянии здоровья Сегодня каждый выход в открытый космос — это многочасовая процедура У экипажа десятки задач Все, люк закрыт, можно не держать Аварийный уход начался Единственное, что теперь не отрабатывают на тренировках — это опасные полеты вдали от борта станции По технике безопасности одного фала для страховки, как у Леонова, уже недостаточно Что в голову не пришло сделать эти ободочки, куда бы я мог засунуть ноги, да И тогда бы я стоял там, господи 60-е годы — это время первых в космонавтике Гагарин, Леонов и, конечно же, Киришкова Вот ты села в кабину корабля Какие твои действия? После посадки в кабину корабля Я должна проверить работу оборудования Нет, мы летали на других кораблях А это корабль тренировочный С помощью ручки управления Корабль в полете ориентируется по трём осям Гаш, Крен, Рыскане Правильно Женский отряд в центре подготовки космонавтов Появился через год после полета Гагарина Из более чем тысячи претенденток отобрали пять человек Подготовку женская группа прошла полностью так же, как и мужские экипажи Им было очень тяжело Никакой жалости, ничего не было Было одно Максимум — выжить из человека А в этом зале космонавты познают то, что ожидает их на взлёте ракеты И превозвращение с орбиты на Землю Центрифуга Может ли женский организм перенести такие огромные перегрузки? Из пяти кандидаток, которые выдержали год тяжелейших тренировок Выбрали одну — Валентину Терешкову Работает промежуточная Главное — подъём Счастливого Алёша Счастливый Чайка — это её позывной Полетела в космос 16 июня 1963 года На корабле «Восток-6» Вот, Чайка! Произошло отбирание! Оступила в состоянии невесомости! Чувствую себя отлично! Через что мы прошли, мы ещё не рассказали Если бы сейчас всё то, через что мы прошли, дать современным, вряд ли кто из них осилил бы Закрываем кабельку Центрифуга До сих пор один из важнейших тренажёров в Центре подготовки космонавтов Вот он, 342 Перегрузка, 273 Но сегодня здесь не только проверяют на устойчивость к перегрузкам Установка позволяет тренировать важный навык, который может понадобиться в критической ситуации Посадку спускаемого аппарата в ручном режиме Крет левый 15 Играл минус 32 Обычно процессом управляет автоматика Но если произошёл отказ систем, нужно взять управление на себя Сам по себе режим отрабатывается очень реально, поскольку, в зависимости от того, как экипаж управляет кораблём на этапе спуска Именно в ручном режиме Также изменяется перегрузка за счёт вращения центрифуги И в случае каких-то ошибок, перегрузка будет или больше установлен значений, или меньше Ты это всё чувствуешь на себе Центрифуга оснащена десятками датчиков И позволяет создавать условия, которые максимально похожи на реальный спуск И поэтому задача наша — управлять таким образом Причём управляемость у капсулы, которая летит сверху вниз, примерно такая же, как у камня Если вы его просто бросите Но надо прилететь за один район с точностью не более 10 километров Эта система тренировок была разработана после полёта Бориса Волынова Его возвращение на Землю в 69-м году вошло в учебники для подготовки космонавтов Во время штатной посадки приборно-агрегатный отсек с солнечными батареями отбрасывается Остаётся только подготовленный к перегрузкам спускаемый аппарат Я посмотрел в левый люминатор и вижу антенну Расслабили медь, посмотрел, солнечные батареи на месте А это значит, приборно-агрегатный отсек не отделился А это значит авария Солнечные батареи, как крылья, разгоняли неуправляемую глыбу металла Трение об атмосферу раскалило всю поверхность до невероятных температур Температура 6,5 тысяч градусов на поверхности моего корабля А самый твёрдый металл плавится, твёрдоплавкий, при температуре 3000 градусов Металл, а у меня всё из дюрали Произошёл взрыв топлива Спускаемый аппарат оторвало от приборно-агрегатного отсека В итоге капсулу удалось чудом посадить Удар о землю был такой силы, что у Волынова диагностировали перелом корней зубов верхней челюсти Так космонавт вернулся из полёта, который вошёл в историю Первая стыковка на орбите Командиры кораблей Владимир Шаталов и Борис Волынов перешли на ручное управление 16 января 1969 года из корабля «Союз-4» через открытый космос в «Союз-5» Перешли Евгений Хрунов и Алексей Елисеев Это стало первым шагом на пути создания орбитальных космических станций Ну, управлял он кораблём, и я управлял кораблём Нашли друг друга, подошли и очень аккуратно состыковались Это было здорово Центр подготовки космонавтов Здесь начинаются космические трассы нашего века Первые долговременные космические станции начали работу на орбите в 70-е годы Это и военная программа «Алмаз», и знаменитые гражданские салюты А с середины 80-х уже начались командировки на новую советскую орбитальную платформу «Мир» Это базовый блок орбитального комплекса «Мир» Это реальный полноразмерный макет, тренажёр На этом тренажёре проходили подготовку всех экипажей, которые летали в космос 15 лет на орбите 14 из них с космонавтами на борту Или, как говорят специалисты, обитаемо Станция «Мир» стала рекордсменом своего времени Это была российская двухкомнатная квартира Которая полностью управлялась с технической точки зрения С идеологическими аспектами, с российской стороной Экипаж орбитального комплекса «Мир» приветствует вас И в этой двухкомнатной квартире ставились поразительные рекорды Врач Валерий Поляков в 1994-1995 годах провёл сложнейший эксперимент Который до сих пор не повторил никто Космонавт провёл на орбите 437 суток и 18 часов за один полёт У нас из-за редиска вылезла, огурцы появляются С агитминозом будете бороться изо всех сил, значит? Да, так что можем и вам посоветовать Ух ты! Экипажам, работавшим на «Мире», приходилось вспоминать всё, чему их учили в ЦПК Надо же, совсем другие чувства тут Станция отработала в три раза больше первоначально установленного срока Так что нештатные ситуации не были редкостью Здесь за столом сидели ребята, разговаривали, ну что-то мы там, по-моему, чай пили в свободное время Александр Лазуткин работал на станции «Мир» Вместе с Василием Цыплиевым и Валерием Корзуном Я обернулся, посмотрел и вижу, в принципе, картину, которая меня немножко ошарашила 23 февраля 1997 года на станции вспыхнул пожар Подвела бракованная кислородная шашка Установка-то это обычная труба и сверху тканевый фильтр И я смотрю, а он горит То есть на нем появляются яркие такие искорки, которые, видно, изнутри идут И они прожигают эту ткань И этих искорок становится все больше, больше, больше В этот момент на «Мире» шесть человек Я еще на них посмотрел, сильно закричать, что пожар Думаю, испугаются еще тихим и спокойным голосом Говорю, ребята, мужики, пожар Всем пришлось срочно надеть респираторы Огнетушители с пламенем не справлялись Мы эту установку, в которой пожар был, немножко тащили от корпуса станции А он алюминиевый Тут горит нержавеющая сталь, ее температура 1200 градусов 1200 градусов, это алюминий просто, он моментально сгорит Станция бы разгерметизировалась Но об этом не думали Об этом, когда тушили пожар, то главное было потушить Через некоторое время удалось справиться с пожаром и сохранить станцию Некоторые иностранцы убежали к экспрессуарному аппарату, оделись и готовы были покинуть, как это требовала инструкция Но Вася Циблиев и Валера Корзун, они отвергли все нештатные ситуации, определили главную составляющую и выполнили боевую задачу, тем самым спасли в целом, целую программу спасли Это же очень много стоит Предсказать абсолютно все нештатные ситуации, конечно, невозможно Но единственный способ быть к ним готовым — регулярные тренировки на Земле. В СМИ повышенные показания СССР, визуально дыма нет, модуль изолирован. Действуйте дальше, пункт 6-9, восстановление атмосферы после пожара на российском сегменте. Сегодня на орбите Международная космическая станция — самый большой в истории объект, созданный в космосе руками человека. В ясную ночную погоду станцию можно увидеть с Земли. В ней воплощены многие открытия, которыми обладает человечество. На орбите станция работает уже больше 20 лет. Преемственность поколения есть, и преемственность, и передача опыта у нас. Это даже возведено в официальный ранг. Человек, который заканчивает экспедицию, космонавт, он рассказывает о всех тонкостях вновь привыкшему экипажу. Для полета на МКС основной упор при тренировках делается на работе, служебных систем, модулей, на работу научной аппаратуры. То есть мы должны понимать, как функционируют все системы МКС, как российского сегмента, так и американского сегмента. Привет, привет, Саша! Привет, привет, Санёш! Как дела? Очень хорошо. Отлично! На Международной космической станции ежедневно проводится десяток опытов. Наш командир Андрей Борисенко сейчас выполняет эксперимент «Кулоновский кристалл». Изучение физико-химических свойств, материалов в условиях космоса, медико-биологические эксперименты, наблюдение за поверхностью Земли, опыты в области техники, для которых необходимы условия невесомости или космической радиации, и многое-многое другое. Все эксперименты, они являются собственностью стран-участников программы. Каждый из нас проходит обучение во всех агентствах, во всех центрах. Если у тебя в экипаже нет европейца, нет японца, кто-то из американцев является ответственным за японский модуль, часть наших ребят работают в европейском модуле. МКС — это проект 14 стран, но изначально он был придуман двумя основными партнерами и одновременно вечными конкурентами в космической гонке — Россией и США. На высоком уровне было принято решение, давайте-ка сделаем какую-нибудь там совместную программу. Было дано задание агентствам придумать что-то для сотрудничества, что-то в продолжении программы «Союз Аполлон». Середина 70-х годов. Холодная война сменилась разрядкой международной напряженности. Советский Союз и США начали искать общие точки сотрудничества. Руководители стран решили, что лучшим совместным проектом может стать космос. Программа «Союз Аполлон» — это стыковка двух систем — и политические, и технические. Инженеры двух стран разработали специальные системы стыковки и адаптировали разную космическую аппаратуру к совместному полёту. А экипажи в это время активно готовились, изучали технику партнёров. Но самое сложное, что они должны были освоить — с нуля за очень короткий срок овладеть иностранным языком. Мы постараемся, во что бы то ни стало, найти друг друга в космосе, состыкуемся, встретимся и потом обо всём вам расскажем. 17 июля 1975 года союз с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым пристыковался к Аполлону, в котором находились Томас Стаффорд, Венс Брандт и Дональд Слайтон. Открываю люк, вижу улыбающее лицо Тома Стаффорда. Я взял его за руку и я его втащил к себе в корабль. Легендарный полёт помог наладить отношения между двумя сверхдержавами и навсегда подружил двух командиров космических кораблей — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. С тех пор совместные проекты в космосе — это один из самых эффективных способов решения политических проблем. Если мы можем взаимодействовать даже с конкурентами, то почему бы не развивать орбитальные программы с партнёрами? В конце 70-х годов дружественные Советскому Союзу страны получили возможность присоединиться к Клубу космических держав. Началась масштабная программа «Интеркосмос». Однажды помню, не выдержал тренировки на кресле вращаемся. Начальником этого лаборатории был врач. Говорит, Мирослав, ты не бойся, я тебе с этого выведу. Я говорю, нет, я не могу, я смотрю на эту штуку, и мне сразу плохо становится. Ничего, будем постепенно. И я сижу, начинаем, начинаем. Думаю, неплохо, неплохо. Он остановил. Я говорю, а что такое? Минута тебе хватит. И он вместо этого ямки выводил где-то месяц. То, с чем я всю жизнь борюсь, это склонность к лишнему весу. Было условие этого веса избавиться. Ну, я тогда избавлялся, и в течение, в принципе, двух месяцев я был в той нужной норме весовой категории, что надо было. Если возьмешься за такое дело, тогда поздно бояться. Учись, занимаюсь, стараюсь понимать и командира. Припятал инструктор, и мне дали солидную ошибку, отказ. На территории Советского Союза спуск управляемый. Сейчас данные для его организации вам передадим. Ну, я справился, потому что он мне заранее дал какой-то намек. Помогло. Первым на орбиту отправился гражданин Чехословакии Владимир Ремек. В этом же году полеты совершили поляк Мирослав Гермашевский и немец Зигмунд Йен. В общей сложности в течение десяти лет на станциях «Салют», а потом «Мир» побывали космонавты из тринадцати стран. Тот полет мой, «Ремека», «Зигмунд Йена» был подарен нашим народам. Уважаемая комиссия, основной экипаж сороковой, сорок первый. Практически все государства мира, которые развивают свои пилотируемые программы, тренировали или тренируют экипажи в России в Центре подготовки космонавтов. Паркеров режим стабил есть? Есть. Это и американцы, и европейцы, и японцы. В общей сложности больше ста иностранцев готовились в звездном городке. Другие страны, и Америка тоже, они уже смотрели, как проходит подготовка здесь, в ЦПК, и потом, уже создавая свои космические агентства, они брали это за основу, скажем так. База была хорошая, осталось только добавить нечто свое. Мы в России уже целый год, у нас была много тренировок, движение, физкультура, на тренажере тоже. В 2019 году, пройдя курс тренировок в ЦПК, в космос отправился первый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов – Хаза Аль-Мансури. Обычно я говорю «Хаза наш Гагарин». Но первенство нужно постоянно доказывать. Готов. Поехали. В 2019 году Россия впервые в мире отправила на орбиту антропоморфного робота SkyBot F-850, известного больше как «Федор». Перегрузки штатные. Выполняется разворот по трудажу. Сегодня в центре осваивают совершенно новые системы подготовки. Впервые люди тренируются с роботами, будущими полноправными участниками космических миссий. Это рабочее место. Здесь мы запускаем программу. Мы можем видеть интерфейс виртуальной модели, в которой работает космонавт, облаченный в задающие устройства. Сейчас я войду в задающие устройства копирующего типа, которое позволит мне удаленно управлять антропоморфным роботом. Работа с андроидом – уже обязательный раздел обучения в Центре подготовки космонавтов. Мы создали центр, который позволяет тренироваться космонавтам и отрабатывать робототехнические системы практически любого назначения, любых конфигураций и так далее. Вот в этом смысле мы, как сказать, проинтуичили, что ли, да? Люди будут активно работать с роботами уже скоро. Причем не только на орбите. Планируется, что механизмы с интеллектом, интеллектуальные машины помогут строить лунные базы и осваивать дальний космос. Тридцатый год – это высадка космонавтов на лунную поверхность, работа на лунной поверхности и возврат на окололунную орбиту, и затем возврат на Землю. Этому будут предшествовать испытания нового пилотируемого корабля в различных условиях и в беспилотном, и в пилотируемом с пристыковкой его к МКС. Безусловно, роль робота будет увеличиваться, но робот никогда не заменит человека, как исследователя. Станет помощником – да, но не заменит. Контроль-2. Норма. Выключаю отельские образователи. Запуск готов. Садясь в кабину, каждый его элемент должен быть тысячу раз прокручен в голове. Каждая секундочка полета, каждый доклад, каждая стрелочка на приборах, ты уже должен знать, где она будет в каждый момент. Одно из главных испытаний для кандидатов в космонавты – испытания временем. И только тому, кто его пройдет, космос покорится. Мы надеемся, что именно наше поколение будет осваивать лунную поверхность. Тангаша вверх, габрирование, он идет вверх. И чувствуешь вот эту перегрузочку. Выравниваешься, вниз идешь и чувствуешь, захватывает. Будем надеяться, что мы все-таки полетим полнее всему свое время. Мое время тоже настанет. И я его жду, естественно, и готовлюсь к нему. Привет! Я делаю эту работу, потому что я ее люблю. Она мне нравится. Плох тот космонавт, который не мечтает полететь к Луне. Поэтому это больше, чем просто работа. Это, наверное, образ жизни такой. Космос – это всегда технологии, которые опережают даже фантазию. Здесь теория очень быстро становится практикой. И решение новых амбициозных задач – это ежедневная работа. Главное – подъем. Наехание. Насыл контакт подъема. Двигатели центральные. Альчевые плоды. Акерамобители вывели на режим главных ступеней тяги. Центр подготовки космонавтов для меня сейчас уже больше, чем место работы. Это часть моей жизни. Это, наверное, часть моей души. Это какая-то уже философия. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина уже 60 лет учит, как быть первыми в космосе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова